В экотехнопарке Skyway начались комплексные испытания провисающего участка легкой путевой структуры, а также юнитрака. Цель – проверка теоретически рассчитанной возможности использовать пассажирские линии для грузовых перевозок на расстояние свыше 500 км. Грузовой подвижной состав Skyway или юнитрак выполнен на базе подвесных городских пассажирских линингусов. Разработан специальный ряд транспортных средств, стыкующихся с морскими, железнодорожными и автомобильными контейнерами для жидких, сыпучих, штучных и специальных грузов. Юнитраки для скоропортившихся грузов оборудованы системой терморегулирования и кондиционирования воздуха. В предназначенных для пассажирских грузов предусмотрен многослойный высокопрочный корпус, скорость до 150 км в час, производительность комплекса свыше 200 млн тонн в год, преодолеваемый максимальный продольный уклон до 30%. Струнный рельс позволяет объединить высокоскоростные междугородние, внутригородские и грузовые перевозки. Кроме того, внутри струнного рельса возможно разместить линии связи, электропередач, Wi-Fi и т.д. Таким образом, что прокладка дороги в то или иное место на планете автоматически обеспечит комплексное освоение территории со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой, а также сохранит плодородный слой почвы для занятия сельским хозяйством. Очевидно, что превосходя все существующие виды дорог по основным показателям, Skyway как минимум не уступает им в плане универсальности. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект. И вам больше не нужно будет на стареньком универсале Passat B3 возить за границу, сливать топливо. Строй Skyway, спасай планету! Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, соизмеримые, с уже вложенным. После этого мы обгоним всех навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный по струнным технологиям небесной дороги Skyway, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, отлично. Поехали. Друзья, как видно, как слышно. Так, Андрей, ты зашел в комнату, нет? Сегодня, как в очередной раз, так, нет, не зашел. Это плохо, заходи. Потому что гостей сегодня ждем много. Вот. У нас для них, и у них для нас есть новости, я бы сказал. Мы это с Алексеем сегодня прокомментируем. Вот. Ну и у нас для этих бойцов тоже есть много новостей. Ну что, друзья. 12 июля 2017 года, первый вебинар после Экофеста. То есть здесь, я думаю, что с многими мы общались, во всяком случае, максимально была предпринята попытка всем коллективам, всеми директорами, лично, генеральным конструкторам Юницким, там, все наши команды, чтобы максимально было личное общение, максимально возможно было использовать это время для переговоров. И сам Экофест, и на следующий день конференция, и такие встречи, которые у нас были. Вот. Поэтому, друзья, я думаю, что все, кто хотел задать вопросы, все, кто хотел получить ответы, все, кто хотел пообщаться, сфотографироваться. То есть, я посчитал, что я сфотографировался за эти три дня, там, более двух с половиной тысяч раз. Вот. Поэтому, это тоже, друзья, часть работы, это необходимая работа. Вот. И я думаю, что все максимальные, там, и пожелания, и ожидания, которые были, они все удовлетворены. Поэтому, с учетом того, что показано было все, что Юницкий обещал, то есть, и дедушку мы все увидели в таком блестящем, и именно подобающем его месте в музее, в Экотехнопарке. И увидели все разновидности юнибусов, и сами все посидели внутри, фотографировались. Так, Андрей зашел. Сейчас я посмотрю, у тебя права настроены. Нет, прав нет. Сейчас еще раз. Друзья, одну секундочку. Я, Андрей, это наш друг, партнер из Екатеринбурга, который помогает нам на всех вебинарах воевать, так называемый, будем считать, что департамент антитроллей. Вот. И с учетом того, что вы их теперь уже видите все меньше и меньше, работает Андрей хорошо. Естественно, что мы много общались на экофесте. Все, Андрей включил права тебе. Общались на экофесте, он был с женой. Вот. Поэтому я, друзья, все, кого я хотел увидеть, все, кто меня хотел увидеть, мы видели, со всеми пообщались. Вот. Большой привет Вячеславу из Екатеринбурга. Жалко, что он не смог приехать, но обстоятельства у всех бывают разные. Я думаю, что вообще не раз и не два будем проводить и совместные мероприятия, и фестивали. Вот. Поэтому, друзья, конечно, первое общее впечатление, вы видите, сейчас головная компания выкладывает все репортажи, фоторепортажи. Это уже 500 фотографий. Вы видите все видео. То есть сразу могу сказать, что не было ни одного человека, которому бы я с кем общался, которому бы не понравилось, и кто бы не получил то, что ожидал. И сама организация была, ну, я считаю, друзья, на очень хорошем уровне. Вот. Поэтому мы много еще будем говорить об этом, потому что это действительно знаковое событие для, вообще, для Беларуси, да и мирового значения в целом. Поэтому посетило по статистике проходов, прошло туда более 7 тысяч человек. Вот. Конечно, одновременно столько не находилось. Одновременно где-то было около 4 тысяч человек. Народ приезжал, уезжал. Вот. Кто-то вообще первый раз слышал, приезжал, приходил посмотреть. То есть это уже такой незапланированный ходу. Постоянно приходилось решать вопросы с проходами, там, со всеми. Но, тем не менее, при, там, небольших нюансах, я считаю, что, друзья, организация была на самом, таком, для нас высшем уровне. Вот. Вся команда отработала 100%. Это сам Юницкий. То же самое вы видели. Постоянное общение, то есть мы даже там настояли, он не хотел, даже отказывался, чтобы не шли затраты по охране. Но тут уже просто настояли на том, что могут быть и провокации, могут быть психически ненормальные люди, могут быть просто, ну, как бы, там, неадекватные люди. Поэтому он ходил постоянно с двумя личными охранниками, именно не для того, чтобы оградиться. Народ, вы видели, все, кто хотел, подходил, получали автограф и задавали вопросы. Просто это именно провокация. И это, ребята, профессиональные сотрудники спецназа МВД Белоруссии. И они от такого, ну, сами их просто позвали, думали, ну, какой-то инженер там. Ну, когда в конце мы с ними разговаривали, и они просто офигевшие от того, что они увидели, они говорят, ребята, мы не думали, что у вас в Белоруссии так круто все сделано. И мы вот это все увидели. Они говорят, ребята, мы ваши вот прям, прям наек будем и сотрудничать, и работать, и все это самое. То есть это вот первый эффект, который, который вот я прям своими глазами, потому что целый день мы с ними пересекались, там они и охраняли, и лично Юнистского, их было целое подразделение, они находились в местах наиболее скопления народов, то есть сливаясь, и они еще домик приемов, который был, где это самое. Поэтому было это самое. Там большое спасибо Саше Мосину, потому что они прям сами попросили, они видят, что он как бы серьезный, профессионально подготовленный, они говорят, мы вдвоем прикрыть не можем, прикрой спину, чтобы, если что, можно было со спины как бы там, ну, чтобы мы могли работать. И Саша весь день практически Юнистского прикрывал спину, ходил только для того, чтобы не было вот именно никаких таких неосознанных, как бы вот таких вот провокационных действий. И, конечно, против серьезных там укушений это все не спасет, но, друзья, как говорится, береженого был бережет, и все прошло без определенных эксцессов. Потом, как вы видели, все началось с демонстрации подвижного состава, и юнибайки, и юнибусы, и юникар, вот все движение, все ездило, все работает, все так, что здесь, друзья, я думаю, что все ожидания все выполнены, поэтому дальше работа будет развиваться планово и планово. Поэтому, конечно, друзья, мы уехали с Экотехнопарка уже полдвенадцатого ночи, потому что подводили итоги, были еще ряд встреч, вот, поэтому это первый день, вот, первый июля. Поэтому я видел, в каком состоянии, как тяжело было Юницкому, потому что действительно это колоссальная нагрузка, когда такое количество людей, общение, вопросы, ответы, то есть он никому не отказывал на все вопросы, отвечал, там, все автографы, все, что связано с фотографированием, потому что люди ради этого приехали, чтобы пообщаться с такого уровня человеком, который действительно меняет сегодня мир. И, друзья, если подвести, как бы, такой промежуточный итог, я могу сказать, что Экофес прошел на самом высшем уровне, мы подвели черту, мы доказали и показали, и Юницкий заявил, что технология, меняющая мир, она существует, она готова, и уже можно применять, и дальше двигаемся по развитию. И здесь, опять же, несколько забегая вперед, еще свои, как всегда, эмоции и ощущения Алексей даст в своей части выступления, но я просто дальше уже следующий, буквально 2-го числа у нас была конференция наша, Skyway Капиталовская, тоже, о ней тоже отдельно поговорим, были представители более чем 25 стран, выступления, поздравления. Вот, кстати, могу показать, мне вручили вот такого хрустального, видите, хрустального юнибуса скоростного, вот, видите, Skyway, вот, то есть это 20 наиболее активным работникам Skyway Капитала, к которому посчитали, что я тоже имею отношение, вот, вручили вот такого хрустального. Это как Оскар уже в нашем Капитале, потому что перед этим Юницкому вручили заслуженную именно золотую колесницу, Виктор Бабурин передал, вот, а это уже такой наш внутри Капиталовский сувенир, и на следующий год этот скоростной юнибус уже на следующем экофестивале будет стоять на рельсах, и мы его увидим уже воочию. Это как-то забегая несколько, несколько вперед. Поэтому, друзья, на следующей, после конференции, то есть, где мы подвели итоги, где также было очень интересно и все показано и сделано, то уже 3-го числа, еще был выходной день, День независимости в Беларуси, мы уже были на встрече, уже деловой встрече, там были вьетнамские партнеры, еще ряд канадские, уже в эко-технопарке, и в этот момент уже Юницкий проводил испытания ходовой структуры. Ну, там, друзья, конечно, никаких записей, ничего мы это сказать не можем, но, друзья, я первый раз своими глазами видел, что такое действительно ходовые испытания, и как Юницкий создавал специальные условия, специальные нагрузки для того, чтобы испытать путевую структуру. Друзья, на это было страшно смотреть. Я думал, неужели это может выдержать, неужели это самое... Я говорю, Анатолий Владимирович, а может, поаккуратнее, все-таки как-то жалко, что если это все сейчас развалится. Он говорит, ну, во-первых, не развалится, раз, все идет в расчетных характеристиках, а во-вторых, мы должны смоделировать и испытать те нагрузки, которые могут хотя бы один раз в сто лет быть. И поэтому моделировали специальные нагрузочные моменты, специальные витровые, специальные колебания, там, ну, то есть там целый-целый комплекс, друзья, не буду говорить, это сложнейшее оборудование, сложнейшее, так сказать, и все выглядело просто, я могу сказать, очень непросто. Ну, все выдержало, потом было изучение седловин, анкеров, все, друзья, работает, и все это. И как раз уже на следующий день уже Юникар, Юнитрак побежал по этому путевой структуре и продемонстрировал, что все путевая структура готова к испытанию. Еще, конечно, комплекс испытаний будет идти не один месяц, это сложнейшая работа, вот, но вот такие основные узлы, друзья, то есть я могу сказать, что прочность у путевой структуры, казалось бы, очень простой. Я сейчас специально остановлюсь на легкой путевой структуре, она вот таких вот размеров, то есть вот реально я показываю, что это где-то 4 сантиметра в диаметре и около 10 сантиметров в ширину. Вот эта путевая структура, она способна выдерживать нагрузки по перевозке 20 миллионов тонн груза. Друзья, давайте еще раз на этой цифре остановимся. Это 20 миллионов тонн. Это пятая часть Трансиба. Это пятая часть Трансиба. Вы представляете, Трансиб, который перевозят 100 миллионов, что такое? Это сотни тысяч эшелонов, это, друзья, эти перевалочные узлы. Ну, то есть представляете, что такое Трансиб, который является хребтом экономики России. Так вот, вот эта маленькая структура, которую мы с вами увидели своими глазами, это ее пятая часть. Две таких трассы, это половина. Три таких трассы, это уже больше, там, пять таких трасс, это весь Трансиб. А что такое нам даже на одни столбы повесить 2, 3, 5 путевых структур, друзья, вот вам весь Трансиб, который сегодня, который строили там при Александре Третьем, который обошелся, это был самый дорогой инвестиционный проект. Соответственно, вы представляете по масштабу. И второе, что вот этот пролет, друзья, я прошу, чтобы вы тоже на этом четко понимали и сосредоточены. Когда нам говорят, чем вы отличаетесь, друзья, мы не можем ничем отличаться от сегодняшних путевых структур, потому что это совсем другое. Это все равно сказать, что, ну, друзья, чем проводная связь отличается от мобильной связи, потому что она проводная, это мобильная. Вот точно так же сейчас, когда одним пролетом в 400 метров путевая структура без удорожания, то есть это значит сегодня все мосты, которые сегодня строятся и стоят безумно дорогих денег и при строительстве и эксплуатации, это значит все овраги, это все, что сегодня есть, то, что сегодня удорожает неимоверно строительство путевой структуры, то у нас всего этого нет. У нас вот пролет 400 метров, дальше уже на следующее Кафест вы увидите пролет уже порядка 800 метров, а вся трасса будет полтора километра. Соответственно, это, более того, сейчас уже проектируется и делается, и к концу года будет изготовлена путевая структура с углами в 30 градусов. Представляете, 30 градусов. Для железной дороги такие цифры вообще просто даже не снятся. А у нас это все без удорожания, и все это идет, и уже изготавливается, делается. Поэтому, друзья, сегодня уникальность, она показана. И сегодня показано, что по этой же легкой трассе может ездить и юнибайк, и ездить 14-местный юнибус. И все это уже, друзья, готово к тому, чтобы уже переходить к... Ну, сертификация сейчас идет уже к опытным трассам. И здесь, друзья, я могу сказать, что опытные трассы уже сегодня включаются и проектируются. Виктор Бабурин с Анатолием Дуарчевым сейчас в данный момент в Индии. Это уже очередной деловой поездки будет встреча и с руководством Минтранса, и с целым рядом губернаторов, и с крупным бизнесом. То есть это уже рабочие поездки, которые запускают непосредственно конкретные проекты. И мы с вами буквально днями увидим еще очень и очень много серьезных новостей. И пока могу сказать, что то, что сегодня происходит в Индии, превозошло все, что было до этого, и превосходит все ожидания, которые у нас были. Поэтому Виктор просто в таком очень хорошем подъеме, Анатолием Дуарчевым тоже очень доволен сегодня результатами. И это, друзья, уже после Экофеста, когда все показано, продемонстрировано, когда мы всему миру показали, что мы существуем, что это все работает, и все, что декларировалось, делается. И дальше получаются следующие шаги. Поэтому, друзья, здесь это тоже как следующий этап, и видите, с какими темпами все идет, что буквально только за неделю натянули путевую структуру. Сразу после Экофеста, буквально через день, уже испытания прочностные, потом уже ходовые испытания юнитрака. Поэтому это, друзья, сейчас уже к августу готовятся еще юнитраки, которые будут перевозить жидкие грузы. То есть это для перевозки литиевой воды у нас готовится очень большой проект по транспортировке литиевой соли. А соль, она в воде сейчас находится, ну, литиевые озера. Не буду объяснять, зачем и как, для этого у нас будут отдельные вебинары, отдельные, как бы, учения. И готовятся сейчас два больших проекта по перевозке леса, и поэтому сегодня специальный юнитрак, который будет вести по где-то 2-3 куба леса, то есть одно бревно. Вот, поэтому это тоже для больших пролетов тоже очень важно. Это мы десятки раз удешевим перевозку леса, а сегодня это основная себестоимость. Поэтому это тоже уже следующие шаги, которые сейчас идут. Поэтому, друзья, та цель и задача, которые были перед Экофестом, они все поставлены, все достигнуты. Я очень сожалею, что не смог попасть к полевым кухням там бывший губернатор Ханты-Мансийской, это Бутов Александрович, готовил уху. Это я просто снимаю шляпу перед этим человеком, который сам привез рыбу, всю ночь лично чистил эту рыбу, потом варил эту уху. И когда всем потом сам лично разливал и делал, и когда все поели это самое, он тут же собрался и уехал по делам и так далее. То есть это человек-слово, который дал слово о том, что приедет, сварит уху, сварил уху. И, соответственно, уха, друзья, все, кто его ели, и все это все были в восторге. Я, к сожалению, только по отзывам, потому что я не дошел до туда, я от ворот до сцены шел 4 часа. И, соответственно, когда я туда дошел, и более-менее, так сказать, само уха уже кончилось. Поэтому я, и даже каши мне не хватило. Ну, друзья, я не в обиде. То есть это все, наоборот, очень и очень хорошо. Тут есть отзывы, сейчас уже идут интернет, что такого драйва от обеда и такого шикарнейшего обеда давно не было. И это действительно так. Это была идея, ну, как бы вот когда Бутов с Юницким это обсуждали, то как раз вот эта идея полевых кухонь, вот такой ухи, вот такой каши, все, она прошла. Я считаю, это будет традицией теперь. Это в прошлом экофесте у нас было. Это в этом экофесте уже было это самое. Ну, и, соответственно, ну, друзья, тут кто по уху, напишите, кто ее ел, кто попробовал, так сказать, это. Вот, поэтому здесь будет. Поэтому такая традиция, я думаю, что будет у нас постоянно. Поэтому следующий экофест, который также будет в июле уже 2018 года, это тоже теперь будет традицией. Соответственно, с вами будем дальше готовиться. Ну, и очень много на конференции уже подходили. Сергей Бутов. Да, 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 Сергей Бутов, это бывший губернатор Ханты-Мансийск. Поэтому очень много задают уже вопросов, а какие планы, что какой следующий будет экофест, что мы увидим, что будем. Видите, друзья, здесь я просто процитирую то, что я сказал на конференции, повторю сейчас еще раз. Друзья, конечно, то, что вы увидели на этом экофесте, сейчас идет в репортажах, это очень много. Это очень значимо, это рождение и показ технологии. Но, друзья, я вам могу сказать, что это детский сад по сравнению с тем, что вы увидите на следующий год. На следующий год вас ожидает настолько грандиозная демонстрация, вы увидите настолько новые вещи, что сегодня я даже не могу вам очень многие вещи даже описать, даже сказать с точки зрения, ну, там, футурологии. Поэтому, естественно, что будет 22 километра еще не закончено, оно будет в строительстве, но уже будут скоростные испытания юнибайка и юнибуса, уже будут силовые испытания и ходовые испытания трассы на 200 миллионов тонн с погрузочно-разгрузочными терминалами. Уже будет показан, продемонстрирован скоростной юнибус, который к концу года даст скорость там 300-400, а потом 500 километров в час. Вот, будет разновидности, целая линейка легких трасс и, соответственно, легких юнибусов. Но самое главное, друзья, это так немножко приоткрывая тайну завесы, вы увидите реально уже действующих роботов, которые будут строить путевую структуру. И при вас в эко-технопарке вы будете видеть, как строится в автоматизированном режиме, будут строиться наши трассы. Это, друзья, просто колоссальная, как бы, такая вещь. И эти роботы сейчас уже проектируются, вот, к этому времени они будут испытаны, изготовлены. И, друзья, я могу сказать, что никто в мире еще даже не может заявить о том, что путевая структура, железнодорожная, автомобильная или какая-либо, может проектироваться, изготавливаться и строиться роботами. Именно в автоматическом режиме. Сейчас, друзья, как раз можно сказать, что это будет новый шаг, и мы сделаем максимум все для того, чтобы в Экофест на ваших глазах наши роботы строили уже путевую структуру. Поэтому, друзья, это несколько, так сказать, завышек вперед для того, чтобы понимать, что горизонтов у технологий просто нет, что к этому времени уже, друзья, к следующему Экофесту мы будем активно уже идти в стадии уже строительства конкретных трасс в десятках точек мира, просто в десятках точек мира. Вот, поэтому, друзья, следующий Экофест, я просто, когда вот обсуждал с нашими партнерами, с друзьями, с Юницким, я уже просто говорю, друзья, так как я всегда чуть-чуть заглябываю в будущее, это, в общем-то, футурология, это наша с Алексеем работа, вот, поэтому, друзья, я сам уже хочу в 18-й год, в июле для того, чтобы увидеть уже следующее, чтобы, во-первых, те проекты, которые реализуются, вот, во-вторых, это то, что мы с вами будем делать. И сейчас вы видели уже все, то есть тоже мне подходили вопросы, задавали, типа, а где ваши там электростанции хваленые, там еще, я говорю, друзья, видите, опора, на ней стоит солнечная батарея, на ней стоят ветровые генераторы, которые сегодня проектируются и делаются под дом фермера, который делает фермер Юницкий, там будут и теплонасосы, то есть полностью автономный дом для того, чтобы обеспечить себя и теплом, и электроэнергией. И вот так, поэтому, друзья, давайте уже начинаем, я как раз Вячеславу предложил переименовать наш чат Экофест 2017 именно в Экофест 2018, потому что подготовка к Экофест 2018 года, друзья, уже началась. И началась с точки зрения того, что будет продемонстрировано, и с точки зрения того, что сегодня люди, которые не смогли или по каким-то причинам не участвовали в этом празднике, потому что это действительно был праздник Скайвея, вот, чтобы вы уже понимали, что в такого рода событиях, друзья, мы никого не агитируем, не знаем, но в такого рода событиях, я считаю, все, кто участвовали, конечно, получили истинное удовольствие. Ну и, друзья, конечно, не можем не сказать о погоде, вот, потому что за этого день лил дождь, после этого днем лил дождь, пока была конференция. А во время конференции, друзья, вот, там кто-то писали, что погода нам не прыгла, друзья, если бы мы специально захотели и спроектировали погоду, которая нам нужна, идеальной погоды мы бы не могли прийти. Рано утром, когда все съезжались, когда светило солнце, когда была вот эта праздничная атмосфера, демонстрация музыки, светило яркое солнце, и даже было чуть-чуть жарковато. Вот, поэтому у всех было настроение, у всех. Как только начали именно торжественную часть, где показали фильм, про фильм я Женя Петрова, ну, это режиссер этого фильма, автор этого фильма. Друзья, у нас теперь намечена целая программа по продвижению этого фильма, потому что, ну, это все, что делалось и делается в Skyway гениально. Поэтому Женя, он гениальный режиссер, он снял отличный фильм, и этот фильм будем продвигать дальше. Это тоже как наш продукт, который показывает результат работы. Вот так вот, друзья, когда было выступление Юницкого, то есть его как раз прокомментировал и зачитал Михаил Кириченко, это тоже правильно, он сделал то, что шло с переводами. Когда демонстрировался этот фильм, то тучи закрыли, было не жарко, было очень комфортно, и мы все как раз просмотрели этот фильм, именно то, что делается вокруг технологии. Ну, и когда уже шло к завершению, соответственно, так сказать, это... А? Чего? Сейчас? Ванк, включите, да? А, нет, это самое, Марина. Извините, друзья, это технический момент. Бюстус еще на Юницкой его передали, да, обязательно, конечно, так сказать, это... Так вот, друзья, я начал и про фильм, и про Женю Петрова, и про погоду. Так вот, друзья, все слилось тому, что мы в комфортных посмотрели этот фильм, в комфортных условиях посмотрели, пообщались между собой. И потом, когда уже к четырем часам уже было время уже и разъезжаться, и, в общем-то, завершать это мероприятие, то стал капать очень легкий дождик, и поэтому все, как бы так, начали потихонечку уже... Ну, на этот предмет было предусмотрено, что все дождевики, я могу сказать, дождик был очень небольшой, но, друзья, выглядело это просто потрясающе. Все в этих желтеньких костюмчиках этих, это самое, то есть все одинаково, и если бы надо было это специально придумать, то вот надо было и сделать именно так. Поэтому погода отработала просто идеально, она выполнила все задачи, которые у нас есть, и поэтому, если бы было что-то одно, было бы не так комфортно. Если бы весь день светило солнце и была бы жара, было бы утомительно. Если бы пасмурно, не было бы вот этого праздничного настроения в начале, когда была демонстрация, подвижной состав, и все как раз общали. Ну и, соответственно, в конце, друзья, у нас тоже был вопрос, как закруглять и как потом людям рекомендовать уехать уже с Экафеста, тоже был вопрос. Поэтому здесь дождик сыграл тоже свою определенную роль. Он брызнул и, соответственно, создал вот это настроение, что уже пора закругляться. Поэтому здесь все тоже, друзья, абсолютно идеально. Вот, так что в конце, когда уже все закончилось, и мы таким уже, ну, с рядом инвесторов, и, опять же, еще надо сказать обязательно про Экафест. Прошли ряд, прямо во время Экафеста, ряд очень крупных переговоров с правительством Вьетнама. Вьетнама был представитель правительства Вьетнама, был представитель из Израиля, очень крупной компанией представителей, и из Канады. Вот, эти переговоры не были предусмотрены, поэтому, но Юницкий выделил время, вот, не так много, как хотели бы наши гости, но сразу предупреждали, что на такого рода мероприятии они не для того, чтобы еще проводить деловую часть. Вот, на следующий день и через день, то есть и второго, и третьего уже шли полноправные такие переговоры, и вот к нам на конференцию Skyway Capital, Андрей Довальевич приехал с офиса, где уже делись переговоры именно с канадскими партнерами по сейчас вопросу запуска экотехнопарка в Канаде, вот, для того, чтобы сертифицировать на, уже на Южную Америку, Северную Америку и, соответственно, Канаду. Вот, поэтому, друзья, давайте я такую свою часть информации передал, я специально сейчас не мешал, как бы, положительные вещи от Кафеста с определенной работой, которую проводили в это время жулики, пользуясь именем Skyway. Вот, я думаю, что Алексей расскажет свою часть, свои эмоции, и в конце мы с вами поговорим немножко о уже тех серьезных, ну, там, я бы не сказал проблемах, а о серьезных вызовах, которые сегодня устраивают противники, и просто жулики, которые сегодня, прикрываясь именем Skyway, начинают делать очень некрасивые, я бы сказал, преступные дела. Об этом тоже вопрос. Поэтому встречайте Алексея, он, естественно, как в событии. У нас не задаем вопрос, а почему вы с Алексеем были не вместе, я говорю, друзья, у нас как раз и задача была, чтобы Алексей общался с одними людьми, я с другими, и мы максимум могли уделить время всем, кто хотел задать вопросы или хотел каким-то образом свидетельствовать свое почтение. Поэтому мы с Алексеем, он тоже, кстати, не попал на уху, вот, и ему тоже не хватило каши. Так что приходится выбирать или общение, или уха с кашей. Алексей, тебе слово. Так, где у нас Алексей? Приветствую вас, дорогие друзья. Рад всех видеть на вебинаре. То есть сейчас мы в стационарном режиме с Сергеем Анатольевичем. Я из дома, Сергей Анатольевич не из дома, но тоже дом. То есть проводятся очень серьезные переговоры, встречи в Болгарии. Франтишка тоже, ожидаем, в Болгарии планируют провести такую именно интересную очень конференцию, приватную, с очень серьезными людьми. Ну и вообще, как бы, по Франтишку я могу сказать, что та история, которую мы упоминали, что придут миллионы, они скоро придут, дорогие друзья. То есть вот-вот, и я думаю, что в этом месяце даже мы вместе с Франтишком и с представителями уже Братиславской одной строительной компании, представителем университета, который пробивает проекты именно на территории Европы, наш союзник, как Ротхук, поедем уже на экофестиваль. И также, не на экофестиваль, а на экофестиваль 2018, конечно, мы поедем. На эко-технопарк, конечно, вот это слово из голов многих, я думаю, долго еще не выйдет, до 2018 года, но так тому и быть, именно экофестиваль, потому что действительно поразительное событие. Я в воскресенье обязательно запись найду, сброшу либо сегодня в чат, либо чуть попозже, где-то час вещал про экофестиваль, то есть на словацком вебинаре с Франтишком мы вещали, я был на этих выходных на свадьбе у Адриана с Ниной, то есть такая пская свадьба, я бы сказал, и по Адриану Нина шутят, что, наверное, детей, неважно, мальчик или девочка, назовут они либо Юник, либо Юника, но посмотрим, будет на самом деле так или нет. То есть, вот это, естественно, решение будет, ребят, замечательная свадьба была, и мы с Франтишком, как обычно, совместили это с работой, как раз-таки подъехали те директора компании, которые ожидают перевод очень серьезной крупной суммы, причем не единоразовый, а это будет несколько месяцев, может быть, даже в течение полугода-года, потому что на территории Словакии будет запускаться именно такая вот территория, опережающего развития, если говорить русской терминологии чиновничьей, ну, действительно, там такое вот ядро, именно научно-производственной базы может стать именно по Skyway, потому что наши партнеры, наши коллеги, зарекомендовавшие себя уже, показавшие себя и по продвижению по адресным проектам, так совпало, дорогие друзья, что они собираются сейчас вот уже через два года, и это примерно вот такой же срок, как все будет построено в Индии, а в Индии у нас будет первый проект, и Анатолий Эдуардович, это торжественно, и действительно, многие этого ждали, чтобы вживую от генерального конструктора услышать, какой будет все-таки проект, Анатолий Эдуардович сказал, что даже ожидаем до конца лета, до конца августа первые платежи по адресным проектам, но это, дорогие друзья, уже приближение к закрытию возможности финансирования, и вот слова, которые произнес Анатолий Эдуардович в одном из интервью, несколько месяцев назад, когда интервью было от одной из по экотехнопарку с Михаилом Кириченко, сказал, что раньше не верилось, что возможно действительно закрыть вход корневую до конца этого года, то сейчас даже, в принципе, и верится. Но посмотрим, дорогие друзья, мы и торопимся, и никуда не торопимся, потому что главное все делать планомерно, качественно, по шагам, и по той стратегии, которая у нас выстроена, как я люблю говорить, на 5, 10, 15, 20 и даже 50 лет вперед. Я специально сделал фотографии, на следующих вебинарах мы будем транслировать не раз эти фотографии, потому что, допустим, вторая анкерная опора, здесь упомянута моя самая любимая тема, то есть это общепланетное транспортное средство, это линейные города и связка того, что будет, собственно, вообще связываться с помощью того, что описал Анатолий Эдуардович, дорогие друзья, еще в 88-89 году. Предвосхищая ту тему, которую мы будем упоминать, то есть про фейкеров, про жуликов, про мошенников, про скамеров, я могу долго это продолжать, те, кто все-таки запустили ICO, ну и мы не особо их останавливали, потому что были совещания, и с Виктором мы общались с Бабуриным, каким образом ICO вообще вот как бы теоретически можно было предотвратить, но на самом деле родилась стратегия, которая нам сыграет на руку, потому что, скорее всего, эти скамеры циферки просто рисуют, но об этом чуть-чуть попозже. Вкратце, дорогие друзья, свои ощущения. Ну, первое ощущение, что когда заходишь на территорию ПК-фестиваля, во-первых, огромная толпа, то есть мы уже приехали после десяти, то есть я видел репортажи Владислава Склипова, когда не было еще никого, то есть многие приехали очень рано, многие даже ночевали в палатках в ожидании ECO-феста, и прямо это я могу сравнить, но вспоминаются только самые крутые презентации каких-нибудь новых Apple, Samsung, когда люди ночуют в ожидании новинки, но вот люди действительно, приверженцы, приехали и ощутили вот эту романтику, именно вот эту природу зорного шляха, то есть именно вот звездного пути, это название нашего экотехнопарка, нашей улицы на экотехнопарке, раньше она никак не называлась, и дождались. Ну и, собственно, я могу сказать, что от входа до первого проезжающего юнибуса 14-местного, из которого многие пытались словить селфи, потому что он двигался, дорогие друзья, он двигался хоть и не быстро, но двигался, и это было выполнение обещания лично Анатолия Эдуардовича, что все-таки, скорее всего, все будет не только статично, но и в динамике. Я не успел подойти к юнитраку и запечатлеть его движение, чуть попозже обязательно выложу на свой канал и сбросим ссылки в чат, именно YouTube-канал, то есть мы говорили, что YouTube-канал именно с ориентацией на Skyway, на привлечение массовой аудитории, будет раскручен в виде видеоблога, и монтажер наш штатный Сергей Анатольевич смонтирует, я думаю, что будет очень интересно, очень эмоционально, потому что действительно хотелось передать там эмоции, потому что сколько флагов там было заснято, то есть это и Португалия, и Италия, и Испания, и Украина, естественно, и многие-многие города России, то есть люди действительно радовались искренне. Ну и действительно от дедушки ЗИЛа до именно постамента, сейчас у нас в стационарном положении находится 28-местный, такой самый молодой участник именно движения транспортных средств в Skyway 28-местный, Юнибус, то есть такой уже махиной, я бы сказал, но по сравнению с Икарусами это просто пушинка, то есть пассажиропоток может выдержать более серьезный, более мощный, чем метро, чем маршрутки вот эти вот вездесущие у нас, которые в России провоцируют огромное количество аварий, чем тук-туки, которые опять же вездесущие, и в Азии они провоцируют очень огромное количество аварий, специальная государственная программа на Шри-Ланке разработана по поводу регулирования движения этих транспортных средств. Ну, собственно, вот люди заходили и фотографировались. Мы с Сергеем Анатольевичем не зашли, когда все стояли в очереди не в музей, не в Юнибус 28-местный, так Галопом по Европам, я думаю, на ближайшие делегации, как раз Франтишко будет и Чехословацкая, и ближайшие делегации, там уже все обстоятельно посмотрим. Но я могу сказать, та идея, которая была реализована по замыслу Анатолия Эдуардовича, что ищите себя на звездах, она действительно стоит многого, потому что такую очередь, как в музее Skyway, я не видел, ну, наверное, даже возле Колизея. То есть несколько месяцев назад мы были с женой в Риме проездом, и я не видел такую очередь, которая не уходила, которая постоянно обновлялась. И это стоило того, дорогие друзья, потому что зайдя и посмотря наверх в музей Skyway, вы можете найти себя на потолке среди звезд, потому что все инвесторы и являются звездным небом музея Skyway, дорогие друзья. Естественно, мы пискали, я даже чуть-чуть поднапрягся, потому что минут 15-20 не мог себя найти, нашли и помогли и Анатолию Эдуардовича, найти, потому что Анатолий Эдуардович не знал, где его имя, не знал, каким шрифтом написано. И вообще я могу сказать, что все в логике Skyway было сделано, ну, вот буквально вчера до запуска Декафеста это все было сделано, то есть где-то такие следы именно косметических работ, но все было сделано на европейском уровне, дорогие друзья, как и сам Экофест. А это я могу сказать наверняка, так как я любитель различных музыкальных европейских фестивалей, такого уровня я не видел, допустим, в Индии, когда выступал Дэвид Гетто. То есть очень все серьезно и в плане охраны, и в плане организации, ни одного эксцесса, ни одной провокации. Саша Мосин, действительно, как такой вот бравый чечен одетый, и это действительно в логике его всей деятельности в Skyway, то есть именно кавказское направление Саша продвигает, и я думаю, что еще очень мощно продвинет. С очень многими увиделись, многие фотографировались, именно держа как Атлант вот так вот юнитрак, потому что он находился достаточно высоко, и он поменьше чуть-чуть размерами, чем юнибайк. К юнибайку тоже где-то как минимум в 10-20 человек всегда находилась очередь, то есть многие целовали юнибайк, многие гладили его, многие заходили, крутили педали, и юнибайк двигался тоже, дорогие друзья, то есть он туда-сюда ездил, но когда я уже подошел, моей целью было именно дойти до тех, именно мест Экотехнопарка, где я еще не был. То есть вот анкерная опора вторая, она разрисована действительно экологичным, замечательным, талантливым граффити, то есть надо дать, наверное, какой-то приз, поощрение тому, кто рисовал это, я больше чем уверен, что это рисовали работники заостроенной технологии, потому что все делается свое, и все делается лучшим образом. И я хотел бы остановиться на парочке моментов, дорогие друзья, вот поворотный участок, то есть, как и говорили, то есть радиус легкой трассы от 10 до 25 метров, примерно, здесь вы видите такой небольшой поворотный участок по радиусу, будет сбавлять, естественно, юнибайка, юнибус, юнитрак, чуть-чуть скорость, чтобы все было в рамках ГОСТов, в рамках соблюдения комфорта при перемещении и передвижении, чтобы не было никаких укачиваний, вибраций, стуков. Ну и вот, дорогие друзья, это действительно футурология на Экотехнопарке, это то, о чем, допустим, как промоушен, как маркетинг, говорит тот же маск, вот крыши там и так далее, солнечные панели, используется все это у них в традиционном виде. У нас же, вы видите, вот ветряки, небольшой ветряк, а я вот недавно был проездом, как раз когда к Адриану на несколько дней ехали на свадьбу с женой, видел огромные ветряки, то есть ветряки, я могу сказать, стоят, я спросил, сколько они стоят, от 2 до 20 миллионов долларов один ветряк. И это те действительно сооружения, которые уродуют детственную чистую природу Австрии и многих других стран, где вырабатывается альтернативная ветряная энергия. У нас же будут небольшие ветряки, именно ветрогенераторы, они будут и такого вида, и инновационного вида, и, естественно, это все будет разработано на базе ЗАО «Струнные технологии». Вот вы видите, именно такую вот комбинацию ветряная энергия и солнечная энергия, это синергия, и это действительно мультипликативный эффект применения всех видов альтернативных источников энергии. И это не просто так поставили, что-то мне подсказывает, но я наверняка не знаю, что испытания уже ведутся, чтобы вырабатывать альтернативную энергию и передавать ее внутрь путевой структуры. Ну, а, соответственно, вы понимаете, что куда дотянется струна, туда придет электричество. И мы помним те фразы еще от московской выставки Анатолия Эдуардовича, когда Анатолий Эдуардович говорил про то, что 30% всего лишь вырабатываемой энергии будет расходоваться на нужды путевой структуры. 70% мы можем передавать близлежащие пластеры линейных городов, близлежащие традиционные города и так далее, и тому подобное, либо просто продавать. Ну, естественно, там будет мобильная связь, там будут все виды цифровых, аналоговых сигналов. То есть это неоднократно упоминали. Вот вы видите действительно такую прекрасную панораму. Я уже фотографировал, когда успел, и действительно, вот стоит отметить, опять же, охрану. Ко мне подошел охранник и спросил молодой человека, что вы здесь делаете. Проверил снимки и проверил, что я там не залезал никуда, не фотографировал какие-то узлы. И я абсолютно вообще вот был восхищен работой именно службы безопасности, потому что даже вылавливали те, кто уходил далеко, и уже так вот разговорились с охранником. Он говорит, ну, я, конечно, поражен, как Сергей Анатольевич сказал, офигел. Действительно, люди там офигевали. И мы с Сергеем Анатольевичем тоже офигели, потому что мы в первый раз увидели именно вот слева от легкой путевой структуры уже с провисом рельс струнный, которые, ну, вот вы видите слева, то есть это сравните легкую путевую структуру и то, что вы видите слева. Это действительно нить, это действительно небесная струна, которую невозможно будет заметить, если она будет находиться на высоте. То есть, ну, примерно я могу сравнить с электрокабелем, то есть обычного фонарного столба. Более того, опора может и являться фонарным столбом, и как раз-таки ветрогенератор там может располагаться, и солнечная энергия. Ну, дорогие друзья, я был поражен, и у меня были сомнения, честно, может быть, не стоит так вот быстро именно пускать там Юнибус, Юнитрак, грузовое направление. И вот уже через несколько дней мы увидели, как проехался Юнитрак. То есть это действительно поразительно. Для нас, для тех, кто развивает каждую минуту, наверное, каждую секунду проект Skyway, это достойно, достойно внимания всей мировой общественности, дорогие друзья. И вот действительно вот эта фотография, она не эта фотография, потому что здесь не видно путевую структуру, именно высокоскоростную, совмещенную с городским, пассажирским. Она показывает, вот что было сделано за эти года. И за эти года действительно было сделано очень много, дорогие друзья, и грузовое направление, вот это вот действительно чудо, которое можно из фантастических фильмов где-то только придумать, реализовать. Это инженерное решение, это огромный такой транспортный, грузовой конвейер, и вот замечательные тоже фотографии с теплицей. То есть абсолютно экологичное направление. Все, что декларировалось, все было сделано. Ну и мы в завершение Анатолия Эдуардовича подарили от нашей команды Сергею Анатольевичу именно такую вот как бы символичную картину. Это резьба по дереву, то есть 3D резьба, то есть намек, что нашу путевую структуру также будут и роботы варить, то есть 3D автоматическая резка будет, сварка там и так далее. То есть вот сейчас пока что такие подарки делаем именно эксклюзивные с автоматической резкой. То есть та резка, как мне сказали, она также возможна к реализации на... Не будем такие произносить слова, как блокчейн, вообще мы не будем упоминать такие вот термины, то есть мы будем развиваться в логике своей терминологии, но именно связано с крипто направлением, с распределенным реестром. И я, дорогие друзья, уже заканчивая свою такую позитивную часть, перейду плавно на негативную, потом передам слово Сергею Анатольевичу. Хочу сказать, что то, о чем говорили, вот начали говорить в 2008 году, в 2009 году, то есть когда появился первый биткоин, ну, дорогие друзья, для меня это было и удивительным, и неудивительным. Это Анатолий Эдуардович отписал еще в анализе основных аспектов валютно-финансовой системы Объединенного Мира в рамках программы Экомир. То есть, проще говоря, если то, без чего, невозможно реализовать мою любимую тему ОТС, и предшествие этому, то есть отработку малой модели ОТС, которые будут являться нового вида суперэлектростанциями, которые примерно 25 традиционных электростанций от нас может заменить. Все это описано в Экомире, но запомните, скачайте и посмотрите вот эту ссылку, передавайте ее, потому что это действительно альманах из прошлого, то, что сейчас происходит в настоящем, и то, что тогда было далеким-далеким будущим. То есть тут Анатолий Эдуардович можно еще раз сравнить с Леонардо да Винчи, то есть намного опережая время, Анатолий Эдуардович описал, все-таки произнесу это слово, что такое блокчейн, что такое алгоритм системы консенсус, то есть именно принятие решений на основе перепроверки сформированных блоков. Ну, я вам так вот как бы предвосхищу именно вот всю вот эту вот сферу, терминологию. Скажу честно, и я, и Сергей Анатольевич, мы в этой сфере достаточно неплохо разбираемся, потому что вот нас попросили, так скажем, как футурологов наблюдать за этой тематикой и подыскивать, так скажем, и специалистов. И определенные вещи подтолкнули нас в ближайшем будущем уже к запуску вебинаров именно по популяризации того, зачем нам электронные деньги, зачем, кстати, они описаны замечательно вот в этом научном труде, в материале, который действительно пережал время еще с 89-го года. Почитайте, передавайте, это действительно стоит того. Вот чуть больше 40 страниц, но, дорогие друзья, я могу сказать, это бомба, это круто, и это супер. То есть, могу сказать с опытом в этой сфере, что это супер. И те люди, которые имеют опыт в этой сфере, они тоже сказали, что это супер, и мы хотим, чтобы это реализовалось. То есть, это стоит того. И я могу сказать, дорогие друзья, что те факты, которые происходят, то есть, даже вот то, что, помните вы, то, что анкера лопнули, которые сделали нам подрядчики, пришлось сделать свои, то, что в начале не были именно преднапряжены струны внутри рельса, и мы провели испытания, и мы нештатные ситуации провели. То, что даже Unibus, Unibike, извиняюсь, на скорости въезжал, в препятствии с ним ничего не произошло, это все отработка технологии. И вот ребята, про которых мы говорили на прошлом вебинаре, то есть, скамеры, типичные скамеры, они все-таки запустили SEO, ну, я могу сказать, они думали и они кое-что откорректировали именно по своему SEO, то есть, у них сайт был закрыт, я специально, может быть, если мы будем останавливаться на этой теме, приведу сравнение, то, что было, то, что стало, может быть, в будущем мы приведем сравнение это в суде, потому что мы больше чем уверены, что это дело рук команды Узлова, и возможно, те деньги, которые сейчас собираются, они собираются как раз-таки на войну, на новый этап войны, именно вот с нами, может быть, деньги уже и заканчиваются, то есть, кто знает, то есть, на тролли же много уходит денег, ну, это все, дорогие друзья, все, что нас не убивает, убить, наверное, нас не может ничего, почему, наверное, потому что я только после закрытия финансирования корневой буду говорить точно, то есть, всегда такой вот венчурный аспект я буду вносить, и ребята все-таки запустились, подкорректировав, как я сказал, SEO, то есть, Сергей Анатольевич более так подробно запустит, я сегодня сделал скриншот с мобильника, не заходите на этот сайт, то есть, это не стоит того, достаточно посмотреть то, что мы сейчас вам покажем, то есть, да, там есть сайт Skyway, SEO, кстати, с персонального компьютера он не выходит, у них мобильная верстка была вообще отстой полный, и, сказал бы, грубее, подправили, то есть, видимо, кто-то, возможно, им инвестировал, они здесь говорят о том, что, вот, как бы, 36 миллионов долларов собрали, ну, у меня нет слов, дорогие друзья, то есть, насколько нагло это, но это заставило нас говорить о том, что, да, действительно, не то, что заставило, не то, что побудило, мы планировали это говорить, и это была такая секретная разработка, но сейчас уже могу сказать, что очень серьезные вещи готовятся, и обо всем уже расскажет, я думаю, надеюсь, что, не упоминая конкретику, Сергей Анатольевич, я свою часть заканчиваю, сейчас попытаюсь найти вебинар, именно такой более расширенный, на час, я где-то там вещал про эко-фест для европейцев, именно в виде виртуальной такой экскурсии, то есть, это действительно в памяти на всю жизнь осталось, сейчас попробую найти, Сергей Анатольевич, вам слово на нашу такую тему на злобу дня, благодарю, друзья, и до вечера. Спасибо, Алексей, да, значит, давайте по вечеру, 20 часов мы проводить вебинар не будем, а сделаем, Алексей будет вести уже один, я не смогу вечером включиться, 21 объединенный сразу для Чехии усеченный Юни-Скай вебинар, но совмещенный с нашим Россией, поэтому, кто хочет, можете включиться в этот вебинар, если я сразу говорил, что для европейцев с последовательным переводом он слушается несколько тяжелее, но, тем не менее, информация вся будет примерно та же самая, но только в более сжатом виде, потому что под переводчиков несколько другая построение идет материалок, от которых приходится. Поэтому, друзья, мы сейчас специально оставили это под конец, не для того, чтобы завершить с таким оттенком, а просто сначала все-таки хотелось рассказать о позитивных, об эмоциях, и начинать после первой после экофеста говорить о том, что жулики провели ICO и под наше имя собрали какое-то количество денег. Конечно, на сайте у них висит, что собрали 36 миллионов, я не верю в этой цифре, но даже не важно, если они там собрали сто или тысячу долларов, это все равно обман. Почему этот обман? Потому что сайт, который изначально, то есть у нас есть вся хронология, Алексей все это потом выложит и сделает, они сначала разместили сайт, на котором весь совет директоров Skyway Капитала, где все наши сайты, где, понимаете, что люди, которые размещают на своем сайте и собираются деньги, чужие фотографии, это уже, мягко говоря, интересно. вот потом, когда с ними вышли на диалог, они стали откровенно шантажировать, то есть Алексей сам предложили там потом продать определенную ситуацию, ну и когда отказались, им все-таки заблокировали, они заблокировали сайт и отказались от проведения ICO 1 июля. Друзья, почему они хотели проводить ICO именно 1 июля? Потому что собралось 5000 человек, идет демонстрация технологии, идет прямая трансляция в интернете, и они это показывают, что они это сделали для того, чтобы вот сейчас собрать деньги и строить дальше. Естественно, что это никакого отношения к официальной компании, ни Skyway Capital, ни Skyway Invest Group, то есть это никакого отношения к именно структуре, которая работает сегодня, не имеет. Это просто жулики. Вот. И мы знаем, кто за этим стоит, мы, так сказать, и к сожалению, у них сейчас появятся деньги для того, чтобы активизировать именно вот эту всю потом возню и гонь в интернете. Но это, друзья, показывает с другой стороны и очень серьезно. Мы по всем чатам разместили информацию, что это мошенники. У нас специальные люди были, которые во всех чатах, где они заявлялись, что они это проводят, тут же размещалась официальная информация, что компания этого не ведет. Но тем не менее, друзья, это факт, факт случившийся. И дальше, я думаю, что это первая ласточка, они будут еще дальше проходить, мы будем с этим бороться. Но, естественно, что это нас более активно подтолкнуло тому, что где-то до конца года мы сами будем готовить и ICO, сами будем готовить уже и именно запуск определенных технологий, которые связаны именно с электронным и с криптонаправлением, с блокчейном. Но это все требует очень серьезной работы, очень серьезной подготовки. Мы это делаем, это не делается за один день или за один месяц. И когда придет время, мы на эту тему будем и проводить вебинары, и проводить семинары, и, соответственно, так сказать, рассказывать всю информацию, которая будет вам нужна. Вот. Так что... Что-то у меня тут справляется плохо. Вот. Поэтому, друзья, что я могу сказать? К такого рода вопросам надо относиться абсолютно спокойно и с пониманием. Жулики и мошенники были, есть и, к сожалению, будут. Вот. Поэтому на сегодняшний момент не стоит очень на этом концентрироваться, внимание, но с точки зрения именно профессиональной, то есть мы юристами теперь будем выяснять, показывать и подавать в суды, мы будем выяснять, как и что, кто за этим стоит. Вот. Соответственно, исходя, чтобы юридически привязывать и наказывать эти вещи, это часть, друзья, к сожалению, это часть нашей работы, которую мы сегодня делаем именно с развитием технологии. И чем дальше и чем более серьезными мы будем становиться, тем более серьезные жулики и серьезные будут подключаться и стараться на этой волне делать какие-то и свои пиары, и свои деньги. Поэтому, друзья, это вот, мы вам говорили, что перед Экофестом они собирались делать на 1 июля ICO, мы это предотвратили, но тем не менее эти жулики все равно это провели и они за это, друзья, ответят. Неважно, сколько денег они при этом собрали, вот, под видом, что деньги собираются на Skyway, вот, юридически за это придется отвечать. Вот. Ну, друзья, больше, я думаю, наверное, нам на этот, скажем, на эту тему говорить больше пока нечем. Дальше это уже будут работать профессиональные юристы, профессиональные программисты, профессиональные нотариусы, где мы все будем это увязывать, связывать. Ну, и дальше, естественно, что будем доводить это и до уголовного преследования, и до, соответственно, судов, чтобы это наказывалось. Поэтому все, друзья, здесь своим чередом. Вот. Просто как факт мы вас об этом информируем, что это прошло, но как результат или о том, что это очень, это просто показывает, что это очень интересное и важное направление, и мы потом будем дальше двигаться. Вот. Ну, и закончить я хочу все-таки, друзья, еще раз с подготовкой к кофеств 2018-го. Смотрите, сейчас выкладываются видеоотчеты, и мы тоже будем еще делать несколько роликов, видео, то есть и компания готовят свое, и наш фонд Skyway Capital готовит и свой отчет, и свой фильм. Вот. Еще раз акцентирую, что фильм можно скачать будет на сайте. Это Евгения Петрова, который показали на... Ну, Евгений Петров, он так главный режиссер, как вдохновитель главной идеи. То есть у нас, скажем так, свой Скорцезе теперь есть. Вот. Поэтому его можно будет скачать на сайте. Мы делаем целую программу, как я говорил, по продвижению этого фильма. На следующей неделе, друзья, будет очень серьезный фестиваль нашего друга и партнера Кирилла Шимко. Он так называется. Шимко собирает друзей. Мы вам не раз о нем рассказывали, показывали. Это один из самых сильных людей на планете. Вот. Многократный рекордсмер книги рекордов Гиннеса. И вот он будет проводить 22-23 июля фестиваль. Вот. Ну, там, мы, естественно, будем принимать участие. Мы, скажем так, как один из основных партнеров Кирилла выступаем в этом организации. И, соответственно, что будем рассказывать о Skyway, обязательно организуем там просмотр этого фильма. Ну, а дальше мы хотим так, чтобы этот фильм показали во всех кинотеатрах страны, и не только нашей страны, по всему миру, потому что фильм настолько серьезный, настолько глубокий, насколько серьезно и глубокое было событие именно 1 июля 2017 года проведения именно такого бенефиса, или, будем сказать, демонстрации технологий. И теперь уже ни один, ни тролль, ни, не важно кто там, ни завистник не может сказать, что технологий нет. Второе, что она незначимая. И третье, это то, что Юницкий то, что обещал, сделал. Это, друзья, как раз 1 июля поставил жирную точку и, соответственно, показало, что все это сделаем. Поэтому, мы сейчас можем четко говорить, у нас есть полное право, то, что мы будем делать дальше, мы будем это показывать и реализовывать, потому что все, что до сегодняшнего момента декларировалось и показывалось, оно все, друзья, реализовано и показано, даже немного больше. Поэтому дальше все будет набирать обороты, ждем на этой неделе событий и известий из Индии, где уже как результат, и используя уже именно то, что продемонстрировано на Экофесте, Юницкий уже с Бабуриным ведут конкретные сегодня переговоры и на правительственном, и на бизнес-уровне для того, чтобы уже начать строительство трасс в этом году, именно трасс Skyway. Мы также, как я говорил, что вчера была большая делегация с Батуми, с Грузии, там принимали участие наши директора, это Инета и Владимир Маслов, тоже ведется переговоры о трассах, о проектах, это все, друзья, процесс идет, и у нас этих встреч, направлений будет еще десятки, 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 только в этом году. Ну, а на следующий год, когда мы соберемся уже на Экофест 2018-го, все будет, друзья, поверьте, настолько по-другому, что сейчас многие из наших завистников даже не могут себе представить, что. Так, нет, Ротхук на Экофесте не был, лететь, к сожалению, далеко, он ведет ряд проектов, которые, да, нам очень нужен, да. Так, ну все, друзья, давайте на этом завершать, эмоции, конечно, зашкаливают, то есть вы все еще кто, я вот с удовольствием просматриваю все фоторепортажи, которые сейчас выкладываются каждый день уже такой сборник. Дальше по всем чатам, где наши партнеры, вот, потому что я говорю, я там, если я только две с половиной тысячи раз фотографировался, то Юницкий там, я не знаю, там сколько раз, и это тоже надо отдать должное и терпению, и просто, это физически, друзья, тяжело, когда столько людей подходит со всеми, здороваешься, улыбаешься, фотографируешься, вот, поэтому, это, конечно, такая серьезная работа, но она очень нужная, и я всегда как показываю, когда мне говорят, друзья, потому что фотографии с Юницким 17 лет назад на строительстве первого полигона, сегодня это уже история, и это уже очень важная история, вот, и сейчас эти фотографии приобретают все большую и большую ценность, через год, когда мы с вами будем проводить уже новый фестиваль, и Skyway будет совсем на другом уровне, эти фотографии, которые, посчастливилось кому-то сделать в этом году, кому-то в прошлом году, кому-то в позапрошлом году, друзья, эти фотографии будут именно как историческая ценность все больше и больше приобретать вес, поэтому, это тоже часть очень-очень серьезной работы, ну, и дальше, конечно, то, что Алексей упомянул, то есть, Юницкий уже тоже очень много начинает все говорить и делать, то есть, если мы уже начинаем мыслить категориями следующего года, или новой демонстрации технологии, то представляете, каково ему сейчас, когда полным ходом идет строительство всех направлений Skyway, он, естественно, уже всем своими мыслями, он уже в следующем проекте, вот, который тоже у него постоянно, постоянно, постоянно в приоритете. Ну, друзья, давайте всех и всего мы за один вебинар с Алексеем рассказать, друзья, просто не можем, мы будем еще возвращаться к Экофесту ни раз и ни два, вот, поэтому это такая тема еще нескольких вебинаров, потом будут фильмы, будем комментировать, будем смотреть, ну и дальше, друзья, вперед в будущее, потому что мы набрали очень серьезный темп, вот, нам к следующему Экофесту 2018 года есть что делать и будет что всем и показать, и, соответственно, самим посмотреть, вот, так что, друзья, давайте до новых встреч, давайте пожелаем все Юницкому и Бабурину успехов в Индии, вот, а по-другому там быть просто не может, потому что, я говорю, мы с Алексеем в курсе того, что там происходит, но будем ждать уже, уже, конечно, официальных, ну, как бы, новостей для того, чтобы они звучали из, из первых, поэтому, я думаю, что все, кто был на Экофесте, вы меня действительно поддержите перед свои ощущения, что это действительно был праздник, ну, а те, кто, друзья, по разным причинам, по каким-то еще не мог быть на этом фесте, то, друзья, давайте готовиться к следующему, и это действительно тоже будет очень и очень интересное и знаковое событие, ну, все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, строй Skyway, спасай планету, все, друзья, давайте, до встречи, Алексей вечером проводит Юни Sky-вебинар, а мы с вами, друзья, уже в следующую среду. векотехнопарке Skyway начались комплексные испытания провисающего участка легкой путевой структуры, а также Юнитрака. Цель – проверка теоретически рассчитанной возможности использовать пассажирские линии для грузовых перевозок на расстояние свыше 500 километров. Грузовой подвижной состав Skyway или Юнитрак выполнен на базе подвесных городских пассажирских линингусов. Разработан специальный ряд транспортных средств, стыкующихся с морскими, железнодорожными и автомобильными контейнерами для жидких, сыпучих, штучных и специальных грузов. Юнитраки для скоропортившихся грузов оборудованы системой терморегулирования и кондиционирования воздуха. В предназначенных для пассажирования грузов предусмотрен многослойный высокопрочный корпус, скорость до 150 км в час, производительность комплекса свыше 200 млн тонн в год, преодолеваемый максимальный продольный уклон до 30%. Струнный рельс позволяет объединить высокоскоростные междугородние, внутригородские и грузовые перевозки. Кроме того, внутри струнного рельса возможно разместить линии связи, электропередач, Wi-Fi и так далее. Таким образом, что прокладка дороги в то или иное место на планете автоматически обеспечит комплексное освоение территории со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой, а также сохранит плодородный слой почвы для занятий сельским хозяйством. Очевидно, что превосходя все существующие виды дорог по основным показателям, Skyway как минимум не уступает им в плане универсальности. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект, как-то вам больше не нужно будет на стареньком универсале Passat B3 возить за границу сливать топливо. Строй Skyway, спасай планету!